Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем Новый Завет, Евангелие от Луки по нашему трехтомнику. Вот как он из-за трехтомник. Можно повернуть другой стороной показать. Вот тут, не той стороной. Каждый том 752 страницы. И что особенного тут? Впервые за 2000 лет вышел один такой вот труд в одном. Вместе толкования Блаженного Фетвелакта и Откровения. Обычно до Откровения доходит Блаженного Фетвелакта, дальше нет. И кроме того, 230 картин. Это репродукты Гюстава Доре. Раскрашены нами. И даю я здесь 297 комментариев. В комментариях выделено, где говорится о необходимости проповеди, о любви к Слову Божию. Этим оно необычное. Так что это даже можно выписать. Кто пожелает, пока еще и есть. Это второе у нас издание. Второе издание. Короткое уходит все. Итак, номер 10, то есть 10 ролик. Евангелие от Луки, 10 глава, 17-20 стих. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Толкование блаженного фефилакта. Господь сказал им, не дивитесь тому, что бесы вам повинуются, ибо начальник их давно не свержен и не имеет никакой силы. Хотя для людей это и не было видно, но для меня, созерцающего и невидимое, это было видно. Как молния спал с неба сатана, потому что он был светом, архангелом и единицей, хотя теперь и стал тьмой. Если же он спал с неба, то рабы его, разумею бесов, чего не потерпят. Все даю вам власть попирать силы его, ибо змеи и скорпионы сут полки бесов, присмыкающиеся долу, и те из них, кои язвят более видимым образом, суть змеи, а те, кои были скрытным образом поражают, суть скорпионы. Например, бес блуда и убийства есть змей, ибо он побуждает на видимые злодеяния. А тот бес, который под предлогом болезни, например, преклоняет человека пользоваться банями, благовонными мазями и другими негами, может быть назван скорпионом, так как он имеет скрытое жало и тайно старается ужалить плоть, чтобы послушавшие его вести в большие преступления. Он спрашивается, что против? Пользуется банями. Да что, в баню нельзя ходить? Во время Великого Поста 7 недель в баню не ходили. Златоуз говорит. И это даже не то, что побуждает, а это все знали, никто не ходил. 7 недель. А сегодня несколько раз на дню. И все еще от них какой-то вонь идет, и не могут понять, что это тлеет душа сотлевшая. Да спрашивается, Иоанн Крестичич, он каждый день купался в Иордане или что? Но благодарение Господу, давшему власть, наступает на них. Впрочем, научая учеников невысокомудрствовать. Господь говорит. Однако ж не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, ибо от всего получают благодеяния другие, именно получающие исцеление. Но более радуйтесь тому, что имена ваши на небесах написаны не чернилами, но Божьей памятью и благодатью. Дьявол спадает с неба, а люди на земле живущие написываются на небесах. Итак, истинная радость в том, что имена ваши написаны на небесах и не забываются Богом. Луки 10, глава 21 стих. «Тот час возрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил себе от мудрых и разумных, и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Он благодарит Отца за то, что такие таинства утащены от мудрых, то есть фарисеев и книжников, истолковавших закон, и от разумных, то есть учеников этих же книжников. Ибо кто учит, тот мудр, а кто учится и понимает уроки, тот разумен. Например, Гамалиил, мудр, а Пэл разумен. Ибо первый учитель, а второй разумеет то, чем наставляет первый. Господь называет учеников своих младенцами, потому что они были не искусны в законе, а были избраны большей частью из простого класса народа и из рыбарей. Впрочем, они могли быть названы младенцами и по их незлобию. А те, фарисеи и книжники, не были настоящими мудрецами и разумными, а только казались. Луки 10, глава 22 по 24 стих. И, обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне отцом моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блажены очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И слышать, что вы слышали. Ты видишь, ударение делая где, черточка подчеркивайте. Это что, в данном случае, не предлог, а существительное. Снова считаю. «Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы слышите, что вы видите, и что, что именно вы». Ну, я так и сделал. Нет, ударение не делаешь, у тебя получается как будто предлог. Толкование. «Отец все передает сыну, потому что все имеют покориться сыну. Бог царствует над всеми двояким образом. Во-первых, над теми, которые не желают его царствия. И во-вторых, над теми, которые желают. Первое раз это было только по природе, а второе, кроме того, и по нашим изволениям. Итак, Господь говорит теперь то «Все предано мне Отцом Моим, то есть все имеет покориться Мне и подпасть под Мое владычество». Это подобно другому изречению. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» Матфея 28, 18. А так говорит Он потому, что Он примирил все Колоссиным 1 глава 20 стих, что есть на небе и на земле. Он сказал как бы так. «Отец Мой все Мне вверил. Воплотиться, пострадать, воскреснуть, спасти отторгнувшуюся природу. И кто есть сын, не знает никто, кроме отца. И кто есть отец, не знает никто, кроме сына. Мне Он предал потому, что я с одной с Ним природы и сущности. И как его никто не знает, так и меня никто, кроме одного отца. Поэтому Он справедливо предал Мне все, как и на сущному с Ним, и превышающему всякое познание, подобно как и Он выше всякого познания. Ибо отца, говорит, знает только один сын, и тот, кому сын вас хочет открыть. «Смотри, сын знает отца не через откровение, а твари через откровение, ибо они получают познание по благодати. Следовательно, сын не сотворен». Луки 10, глава 25 по 28 стих. «И вот один законник встал, и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Толкование. Законник этот был человек хвастливый, очень высокомерный, как оказывается ниже следующего, и сверх того коварный. Поэтому он приступает к Господу, искушая его, вероятно, он думал, что уловит Господа в его ответах. Но Господь указывает ему на тот самый закон, которому он очень надмивался. Смотри, с какой точностью закон запоет любить Господа. Человек есть совершеннейшее из всех творений. Хотя он имеет и нечто общее со всеми ими, но имеет и нечто преимущественное. Например, человек имеет общее с камнем, ибо он имеет волосы, ногти, они бесчувственны, как камень. Имеет общее с растением, потому что он растет и питается, и рождает подобно себе, как и растение. Имеет общее с животными, бессловесными, потому что имеет чувства, гневается и походствует. Но что возвышает человека над всеми прочими животными? Он имеет общение, общее из Бога, именно, разумную душу. Поэтому закон желает показать, что человек всецело во всем должен предать себя Богу, и все душевные силы пленить в любовь к Божию, словами, всем сердцем, указал на силу более грубую и свойственную растение. Словами всей душою на силу более тонкую и приличную существам, одарем чувствами. Словами всем разумением обозначил отличительную силу у человека, разумную душу. Слова всей крепостью мы должны применить ко всему этому. И ближнего твоего, как самого себя. Закон по причине младенчества слушателей, не могший еще преподать совершеннейшего учения, заповедует любить ближнего, как самого себя. Но Христос научил любить ближнего больше, чем и самого себя. Ибо Он говорит, никто не может оказать больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Иван Гриотиана, 15 глава, 13 стих. Итак, законнику говорит, правильно ты отвечал. Поскольку ты, говорит, подлежишь еще закону, то ты правильно отвечаешь. Ибо по закону ты верно рассуждаешь. Луки 10 глава, 29 по 37 стих. Но Он, желая оправдать Себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Та же левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарядин же некто, проезжая, нашел на него. И, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего сла, привелся в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. Если здесь же что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний к попавшим разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Толкование. Законник получил похвалу от спасителя, выказал высокомерие. Он сказал, а кто ближний мой? Он думал, что он праведен и не имеет подобного себе и близкого подобродетели. Ибо полагал, что праведнику ближний есть только праведный же. Итак, желая оправдать себя и возвышаться перед всеми людьми, он с гордостью говорит, а кто ближний мой? Но спаситель, поскольку он творец и во всех видит одно сознание, определяет ближнего не делами, не достоинствами, но природой. Не думай, говорит, что поскольку ты праведен, то и нет тебе никакого подобного. Никого. Никого подобного. Ибо все имеющие одну и ту же природу суть ближней твоей. Итак, и ты сам будь ближним их, не по расположению к ним и заботливости о них. Для того и приложу я тебе в пример самарянина, чтобы тебе показать, что хотя он различался по жизни, однако стал ближним для нуждающихся в милости. Так и ты проявляй себя ближним через сострадание и поспешай на помощь по собственному признанию. Итак, этой притче мы научаемся быть готовыми к милосердию и стараться быть ближними для тех, кои нуждаются в нашей помощи. Познаем и благость Божия в отношении к человеку. Природа человеческая шла из Иерусалима, то есть из безмятежной и мирной жизни. Ибо Иерусалим означает видение мира. Куда же шла? В Иерихон. Пустой, низкий и удушлив от жара, то есть в жизнь полную страстей. Смотри, не сказал он сошел, но шел, ибо природа человеческая всегда склонялась к земному, не однажды, но постоянно увлекаясь страстной жизнью. И попался разбойником, то есть попался бесом. Кто не сойдет с высоты ума, тот не попадется бесом. Ибо разоблачив человека и сняв с него одежды, добродетели нанесли ему греховные раны, ибо они сначала обнажают нас от всякого доброго помысла и покрова Божия, а потом и наносят раны грехами. Природу человеческого они оставили едва живым, или потому, что душа бессмертна, а тело смертно, и таким образом подчиняя смерти половина человека, или потому, что природа человеческая не совсем была отвержена, а надеялась получить спасение во Христе, и таким образом была несовершенно мертвой. Но как через преступление Адама смерть вошла в мир, так через оправдание во Христе смерть имела быть упраздненной. Римлянам 5 глава 16-17 стих. Под священником или левитом разумеют, пожалуй, законы пророков, ибо они желали оправдать человека, но не могли. Невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грех. Евреям 10-й глава 4-й стих. Закон пришел и остановился над лежащим, но потом, не имея силы врачевать, отступил. Это и означает прошел мимо. Смотри, слово по случаю имеет некоторый смысл, ибо закон действительно дан не по особой какой-то причине, но по причине слабости человеческой. Галатам 3-19 не мог же сначала принять Христа, Христово Таинство. Поэтому и говорится, что священник, то есть закон, пришел у врачевая человека не на рачито, но по случаю, что мы обыкновенно называем случайностью. Но Господь и Бог наш, ставший за нас клятвы, Галатам 3-13, названный Самарянином Яна 8-48, пришел к нам, совершая путь, то есть предлогом к пути и целью поставив то самое, чтобы исцелить нас, а не проходом только, и посетил нас не случайно, но жил с нами и беседовал непризрачно. Тотчас перевязал раны, не попустив болезни усилиться, но связав ее. Возлил масло и вино. Масло есть слово учения, приготовляющих добродетели обещания благ, а вино слово учения, приводящих добродетели страхом. Итак, когда слышишь слово, слово Господа, придите ко мне, я успокою вас, Матфея 11-28, это масло, ибо показывает милость и успокоение. Таковы же слова, придите и наследуйте царство, уготованное вам, Матфея 25, глава 34 стих. Но когда Господь говорит, идите во тьму, Матфея 25, 41, это вино очень строгое. И ежедневно те, которые бывают крещаемы, исцеляются от ран душевных, будучи помазуемым миром, точно же приобщаясь к церкви и притещаясь к божественной крови. Господь посадил нашу израненную природу на своего подъяремника, то есть на свое тело, ибо сделал нас своими членами и причастниками своего тела. Нас, долу находящихся, возвел на такое достоинство, что мы одно с ним тело. В гостинице есть церковь, всех принимающая. Закон не всех принимал, ибо сказано, амонитянин и майовитянин не может войти в общество Господне. Второзаконие 23.3 Но во всяком народе боящимся его, приятен ему деяние 10 глава 35 стих. Если желает уверовать и сделаться членом церкви, ибо она всех принимает, и грешников, и мытарей, примечает точность, с какой сказано, что привез его в гостиницу и возымел о нем попечение. Прежде чем привез в нее, он только перевязал раны. Что это значит? То, что когда составилась церковь и открылась гостиница, то есть когда вера возросла почти у всех народов, тогда открылись и дары Святого Духа, и благодать Божия распространилась. Это узнаешь из деяния апостольских. Образ гостиника носит в себе всякий апостол и учитель и пастырь. Им Господь дал два динария, то есть два завета, ветхий и новый. Ибо тот и другой завет, как изречение одного и того же Бога, имеют на себе изображение одного царя. Сиит от динарии Господь, восходя на небеса, оставил апостолом и последующих времен епископом и учителем. Сказал, если что и свое издержишь, я отдам тебе. Апостолы действительно издерживали и свое, и много потрудившись, и повсюду растея учения. Да и учители последующих времен, изъясняя ветхий и новый завет, много издержали своего. За это они получают награду, когда Господь возвратится, то есть во второе его пришествие. Тогда каждый из них скажет ему, Господи, ты дал мне два динария. Вот я приобрел другие два. И он также скажет таковому, хорошо, добрый раб. Комментарий Игнатия Лапкина. Что могут сказать на суде Божьем православные пастыри, скрывшие и два динария и ничего не потратившие сверх их? Жесть такого гостиника сплошное самоосуждение и гибель для тех, над кем он властвует. Так как отменили закон Божий, то есть Библию, то это место не осталось пустым. Стали вводить лжедуховность, потребовались видимые атрибуты, поклонения Атрибуты поклонения Это одно как бы слово идет Ты как разрываешь Атрибуты потребовались Тут запятой нету Потребовались видимо атрибуты поклонения Это одно Дальше И все замироточило Это поражает воображение язычников Приходящих в рам Они чувствуют себя Как и послыть князя Владимира Как на небе Разум спит Слово Божие отсутствует И из толкования Библии никто не ищет К этому нет никакой жажды у народа Если это толкование Блаженого Филакта читает слух священников Не называя автора То они мгновенно выйдут Это говорит Баптист Это они носят в своей Библии Придумали крещение с полным погружением Как праздник языческого Бога Нептуна справляет Это мне священник И кто-то Михаил Скачков Отец Михаил В газете напечатали Придумали какое-то крещение Полное погружение Это праздник языческому Богу То есть полное сумасшествие Совершенно Беседовать на тему Разумения священного писания С православными вообще не приходится У них намертво Атрофировано духовное чувство Близости к Богу И Иисус Христос Оставляя себе Луки 13-3 Нет, говорю вам Господи Я прошу обратить внимание Ты отступаешься Когда окажется непонятным А тут именно понятное Я не могу найти объяснение С чего разу Раз назад И потом опять пошел Молись об этом Чтобы Господь открыл Что с тобой делается Почему ты так делаешь Я сам насчитывал много Но понять не могу Иисус же сказал ей Отступил Испугался По новой С разгона Дальше прошел Не смог сразу Прочитать все вместе Толкование Велико благо И от гестоприимства Как показала Марфа И не нужно пренебрегать им Но еще большее благо Внимать духовным беседам Ибо тем питается тело А с имя оживляется душа Не для того Говорит существуем мы Марфа Чтобы наполнять тело Разными ядствами Но для того Чтобы творить полезных душам Примечая благоразумие Господа Он ничего не сказал Марфе Прежде чем от нее Получил повод к упреку Когда же она покусилась Отлечь свою сестру От слушания Тогда Господь Воспользовавшись поводом Упрекает ее Ибо гостеприимство До то ли похвально До коли оно не отвлекает И не отводит нас от того Что более нужно Когда же оно нам начнет Препятствовать в важнейших предметах Тогда довольно предпочесть Его слушанию О божественных предметах Вот у нас бывает Трапеза, праздник Начинают говорить слово Между собой Одни и те же люди Все время разговаривают Я тогда пересаживаю места И он садится И с кем только сел С ним начинает разговаривать Притом он все время Долбишь, говоришь Нет, зачем ты говорила? Хлопает глазами, сидит Притом, если сказать точнее Господь возбраняет Не гостеприимство Но разнообразие и суетность То есть развлечение и смущение Для чего, говорит Марфа Ты заботишься и опечешься о многом То есть развлекаешься, беспокоишься Мы имеем нужду в том только Чтоб сколько-нибудь поесть А не в разнообразии яств И иные Два раза повторил В разнообразии Прочитал правильно Слово яств Из четырех букв Я даже на это смотрю Раз отступился Второй раз пересчитал Но я слова разнообразия До конца не прочитал Я из-за этого вернулся Ну ладно Иные слова Одного только нужно Разумели не о пище Но о внимании к учению Итак, всеми словами Господь научает апостолов Чтобы когда они войдут В чей-либо дом Не требовали ничего роскошного Но довольствовались простым Не заботясь более ни о чем Как о внимании к учению Пожалуй, разумеет под Марфой Детяну и добродетель А под Марии Созерцание Детяна и добродетели Имеют развлечение и беспокойство А созерцание Став господином над страстями Ибо Мария значит госпожа Упражняется в одном рассмотрении Божественных изречений судеб Села в ноги Иисуса И слушала слово его Достигший до созерцания Он освобождается от развлечения И суетности И таким образом У него нечто отнимается А подвязающийся в созерцании Никогда не лишается Сей благой части То есть созерцания Ибо в чем Больше он будет успевать Когда достиг Самого высшего Разумеет созерцания Бога Что равно обожению Ибо кто удостоился Зреть Бога Тот становится Богом Так как подобное Объемлется подобным Луки 11 глава С 1 по 4 стих Случилось Что когда он В одном месте Молился И перестал Один из учеников И сказал ему Господи Научи нас молиться Как и Иоанн Научил учеников своих Он сказал им Когда молитесь Говорите Отче наш Сущий на небесах Да светится имя Твое Да приедет Царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле Как на небе Хлеб наш насущный Подавай нам На каждый день И прости нам Грехи наши Ибо И мы прощаем Всякому должнику нашему И не введи нас В искушение Но избавь нас От лукавого Толкование Примечая силу молитвы Она тотчас Возводит тебя Горнему И поскольку Ты именуешь Бога Отцом Убеждая тебя Всячески Не терять подобие Отцу Но стараться Уподавляться Ему Не сказал Отче мой Но Отче наш Возбуждая тебя К братолюбию И побуждая Любить всех Как братьев вообще Сказав на небесах Не ограничивает Ими Бога Но слушатели Возводят к небесам И отводят от земного Да светится имя Твое Вместо Да прославится То есть Устрой нашу жизнь Так Чтоб она была Во славу Твою Ибо Ибо как злыми Хулиться имя Божие Так ведущему добрую Жизнь прославляется Да приедет И во всем И во всем действует По воле Божией Научает просить хлеба Только насущного То есть полезного Для нашего существования И для поддержания жизни Отнюдь не лишнего Но необходимого Не входить в искушение И прочие страсти Поэтому Поэтому Когда ты Невольно Терпишь Вскушение От человека Не человека Этого считай Виновником Твоего Вскушения Но лукавого Ибо он Научает Человека Яриться на тебя И неистовывать Все